итак друзья всем привет и у нас сегодня очередной обзор автомобиля и у нас на обзоре лада калина первого поколения 2006 года в красном цвете кузова тип кузова седан с объемом двигателя 1 и 6 литров восьмиклапанный представляю вашему вниманию просто надежную неубиваемую ладу калину ребят сейчас мы находимся в такой необычной местности а если быть точным то в сельской местности и данный автомобиль как никто лучше подходит для выполнения роли ежедневного надежного работяги то есть грубо говоря поджопника машинка у нас очень редко выезжают в крупные города а поэтому кузов у нее за 14 лет очень хорошо сохранился потому что машинка не видела фактически солей и всяких реагентов клиренс у нее довольно таки не манью как утверждают некоторые владельцы данных автомобилей они свободно могут ездить на них по пересеченной местности и хоть бы хны мы сейчас находимся в селе село расположено за 40 километров от города волчанск харьковской области по направлению к этому селу нет ни единой дороги есть просто направление и поля и эта машинка изо дня в день ну не за дня в день а довольно таки часто мотается на волчанск она надежная надежное подтверждение тому езда по таким столь плохим направлениям вот и в ней фактически по подвеске ничего не менялось это огромный плюс на данной колени установлен у нас движок 16 литров восьмиклапанный с электронной системы впрыска топлива то есть она у нас инжектор на и еще имеет был машинка с пробегом уже начало второго круга если не ошибаюсь на табло у нас уже 37000 вот начало второго круга акцентирую капитал к в данной машине ни разу не делалось менялись все расходники ремни масла фильтра и так далее в колодке тормозные диски как повторюсь расходники что у нас бросается в первую очередь в первую очередь это не похоже ни на один предыдущих из вазов автомобиль но хотя разработка данной модели началась еще с 1993 года то есть машинке на секундочку уже самой идеи 27 лет у нее достаточно неплохая аэродинамика в отличие от девятки и восьмерки то есть ну в отличие от кузова с форм-фактором зубила установлены в дверях у нас хорошие резиновые плотнители что не дает на скорости попадать ветру в салон у нас неплохие показатели данного кузова по аэродинамики во-первых в первую очередь бросается в глаза это слизанный вперед то есть даже закрученная немного и зализанная к форма крыши кузова что свою очередь позволяет получать наименьшее сопротивление при более высокой скорости ну а теперь давайте откроем капот и заглянем под капот данного автомобиля так на капоте как и на девяточном у нас нету газовых упор а есть такой блокировочный костыль так движочек установлен 16 литра восьмиклапанный инжекторный с электронной системой управления вспрыска двигатель стоит здесь точно такой же как и на десятке обзор на которую вы уже могли видеть на моем канале подкапотное пространство у всех этих автомобилей начиная когда уже пошли они инжекторны она фактически не менялась и расположение всех блоков управления единственное что двигает туда сюда и смотрю вот аккумуляторную батарею и расширительный бачок обратите внимание на легкий доступ то есть небольшой это жабо в отличие от десяточного десятки на пол кузова заходит там огромная ниша а здесь свободный доступ к поводкам дворников то есть случае замены от моторчика мы принципе без труда к нему достаем и можем его поменять в отличие от десяточного подкапотного пространства до здесь чуть-чуть она уже меньше компактный двигатель один из элементарных простейших ломаться здесь нечего поэтому служит он долго ну а давайте теперь то что интересно всем заглянем в салон в комфортно ли она итак друзья мы с вами попали в салон и в первую очередь нам бросается это комфортно сидений сидение здесь стоят заводские стандартные но у них установлено такие чехлы с элементами средней какой-то поддержки здесь поддержка осанки но честно вам скажу проехавшись на этом автомобиле чехлы как бы мне не подходят они давят спину от мое мнение следующее что стоит упомянуть здесь установлен электроусилитель руля вот и это уже ощущение при езде совершенно другие нежели на десятке где он не установлен второй момент это минималистичная панель кому-то она нравится кому-то не нравится мое как бы отношение к ней такое ну сделали сделали но я бы такой себе не брал здесь у нас элементы управления печки на автомобиле кондиционер не установлен есть только спечка система обдува опционально магнитофон пионер кнопка аварийной сигнализации что еще у нас бардачок точнее пепельница здесь такая ниша для всякой мелочи шки и крышка для доступа к управлению электронного блока то есть здесь к-лайн шина который мы подсоединяемся и уже можем считать ошибки на автомобиле информативная панель прибора как и обычно спидометр здесь уже имеет в отличие от предыдущих вазовских чуть другую шкалу такую так сказать полумесяцем и тахометр отведен у нас слева тоже напоминает это панель приборов десятку уже которая выпускалась с 2008 года там уже похоже в принципе одна и та же панель приборов также здесь установлен штатный бортовой компьютер управление которым осуществляется на лопухах вот а в основном то же самое здесь уже сбитый монолитный пластик который в принципе я сейчас пытаюсь его шевелить он не скрипит не репет уже хорошо опять таки обращу внимание на панель на торпеду пластик уже здесь на порядок выше предыдущих у нас десяточных девяточных он уже не крепит и не репет хотя есть свои как бы недостатки вот есть маленький люфт но шумов от него никаких сбитые в кучу у нас автомобильчик сверху есть такая ниша для всяких мелочушек ну и здесь естественно не очень не очень вместительный бардачок ну как он и предназначен это больше перчаточный ящик здесь такая же тоже маленькая полочка для всякой мелочушке вот меру карты можно сюда кинуть либо записную книжку коробка переключение передач уже с вот этой вот лапкой для включения задней передачи то есть происходит такая система мы рычажок поднимаем до упора влево и вперед и включена у нас задняя передача при этом машина издает характерный такой противный пищащий звук но с другой стороны это информативный звук о том что у вас включена задняя передача слева у меня расположена блок управления светом это включение габаритов и ближнего света а также управление яркости панели приборов и гидрокорректор фар регулировка сидений выполняется с помощью по езде вперед назад это поднятием лапки на себя и двигаем сидение зад вперед вот в отличие от девяточной системы регулировки она естественно тоже намного удобнее и можно ее мельчайше подвинуть и сделать в девятке в десятке это сделать гораздо хуже потому что определенные большие зубья в которые попадают этот как бы пруд блокиратора из-за этого ну короче не нужно сделать определенную силе но здесь также есть минус так как хозяином установлен был дополнительно под плокотник то уже подкручивать спинку немного затруднительно здесь такой же колесико регулировки как и на девятке но на девятке но почему-то вот установлена девятка десятках она установлена справа вот сиденья а здесь ближе к центру не знаю чем это обусловлено но как по мне предыдущая версия была удобнее то до потолка принципе машина по высоте такая же как и десятка может немножко выше за счет своей форм здесь у нас козырьки от солнца освещение салона раздельный спереди для водителя и для пассажира а также переключение в режим открытия дверей либо на постоянный свет ну и выключение для пассажира у нас козырек зеркальцем для поправления прически машинка по ощущениям но в принципе то же самое вот я сижу как бы от десятки на не отличается разве что единственный момент это торпеда немножко выше и здесь я вот только в таком положении когда подаюсь вперед за счет зализанности капота я его вижу капот так по зеркалам вот регулируется зеркала ну механическим способом ничего здесь удивительного так единственный момент сюда я здесь по зеркалам по зеркалам принципе хотя тоже вот проблема я не вижу зад машины он закруглен это я уверен что будет доставать определенный предоставлять определенный дискомфорт при парковке задом с передком мы закончили теперь садимся сами за собой и проверяем сколько у нас места за водителем и так ребятки я пересел назад я удивлен я реально удивлен несмотря на внешний вид кажется что машина коротенькая но вот у меня очень много места для ног я сижу выше диван не прогибается и посадка здесь то вот необычно не такая как на десятке я здесь могу комфортно сидеть головой я не упираюсь даже когда назад тут откидываюсь я не черкаюсь а потолок даже в шапке я не черкаюсь уже хорошо и вместо в принципе зайти достаточно хотя я сижу за собой и я не трусь коленками это приятный плюс здесь комфортно здесь ехать принципе двум пассажирам третьему за счет формы дивана я думаю будет немножко неудобно при желании можно и втроем ну как комфортно комфортно хорошо есть вдвоем для пассажиров есть в принципе ничего весла для открытия задних стекол ручка для поддержки во время поворотов что смотрим дальше подлокотника у нас нет но может она и к лучшему здесь более жесткая конструкция дивана диван задний у нас складывается по двум сенкциям 1 1 подо мной таша я на ней сижу она шире здесь уже таким образом мы увеличим объем багажника когда складываем задний ряд сидений зацикливаться тут особо не на чем как бы сзади я приятно удивлен и особенный момент еще хотел акцентировать тот открываем мы дверь им вот она открывается чуть больше у нее поворот нежели десяточный я свободно могу выходить из машины из салона не черкаясь не пачкаясь то есть вот хоп я и залез удобнее удобнее чем на десятке дверь шире открывается кстати этот момент который как бы не зациклюсь а но он плюс принципе все здесь бита вот обратите внимание на вот эти вот пластики они без зазора как в десятке там все торчит и телепается здесь уже более все по плотнее как-то поаккуратнее сделано четенько в этом плюс в этом плюс давайте перейдем в багажник посмотрим на его объем что туда вообще можно положить и есть ли он в этой машине потому что визуально мне кажется багажника там нет вообще необычно открыли багажник кстати этот момент я не ожидал что здесь у нас стоят газовые упоры прям как первые ляда точнее как ляда на девятках там тоже установлена за упор и так багажничек а у ну как бы как бы холодильник вы сюда не засунете борозильную камеру и там печку я думаю тоже с трудом но сюда можно закинуть свободно сумки с вещами пакеты и так далее объем данного багажника вот столько литров обшито уже ковролином боковые стойки пластик кстати пластик за время эксплуатации я смотрю не особо-то и затерся и все но как-то вот не раз это не растрепано не покоца на уплотнитель здесь не менялся он еще стоит заводской он в хорошем состоянии и кузов я смотрю вот эти вот места где вода затекает с крыши сюда тут никакой нету намека на коррозию ну во первых машина у нас гаражного хранения это огромный плюс но во вторых она как бы соли не видит ляда вот здесь задняя крышка она тоже без единого следа ржавчины то есть машинка в достойном состоянии если разложить принципе сиденья вы можете посмотреть видео на тубе опять касаясь темы автопутешествий то некоторые ребята используют калину как дом на колесах даже такие езда в принципе на багажнике акцентировать особо внимание не буду есть ничего интересного вот он закрывается все отлично все хорошо также у нас установлен фаркоп для таскания маленьких прицепов и по большому счету все досмотрел подкапотное пространство салон и багажник я думаю теперь настало время прокатиться на данном автомобиле и рассказать вам о своих впечатлений о езде на этой машинке поэтому погнали включаем первую передачу и отправляемся на тест-драйв так особо здесь разгоняться нам не получится потому что местность наш шикарная вся в ямах и так далее дай бог переключиться на вторую передачу да у нас это получилось так в первую очередь что я скажу вам по управляемости это чувствуется отличие вот ядра электроусилителя от машинки без усилителя если момент вот я сейчас подкручу рулевое колесо да вот вы можете обратить внимание на сколько раз а машина едет прямо то есть не отзывчиво на руль вот это как по мне я думаю ого даже настолько не знаю может особенность усилителя либо еще какая-то ерунда особо как бы сейчас вам точно сказать этого не могу при поворотах чувствуется вот какое-то усилие руль как бы не то что тяжелый а нету плавности его управления слегка как будто что-то притирает вот так вот в притирочку очень похоже ощущение если вы когда-нибудь использовали руль для компьютерной игры руль с педалями и там руль с обратной связью то очень сильно похоже на такое вот ощущение так второй момент хочу акцентировать по педали газа по мне она слегка жестковато жестковатая педаль газа и короткоходная но это я думаю дело привычное ничего страшного так расположение вот этих лопухов на расстоянии расстояние вытянутых пальцев принципе так тоже все крутилочки направление потока ветра вот это все кнопочки как бы на расстоянии идти вытянутой руки все это довольно таки удобно подвигать и то же самое что на десятке особо к нему привыкать не нужно плюс хорошие здесь тормоза я чувствую даря немножко педальку на сжимаю они уже цепки машина я по таким вот дорогам еду и она особо не гремит не гремит почему здесь прошумлена крыша нормально по заводскому запол я точно не скажу знаю шука двери у нас прошумлены виброизоляцией это плюс и вот мы сейчас ездим по таким от кочками ухавом нету скрипа нету скрипа как десятки десятки уже будет тарахить вас торпеда вот это вот кофра вот эти все шумы вот так выехали мы на нормальный асфальт вот разгоняем до двух с половиной тысяч до стандартного переключения до вас очень жестковато я чувствую я нажимаю педаль газа и она с усилием нажимается в отличие от десяточной но обзорность автомобиля у нас даже несмотря на то что установлен у нас ветровичок то у нас вот эта стойка не мешает обзорности большой у нас панорамное окно стекло информативные зеркала из-за того что у нас машинка легко затонировано то я вам скажу очень обзорность на ней на высоте сейчас мы заезжаем такую местность грунтовочку она тянет все хорошо сейчас здесь установлена шипована зимняя резина это для данной температуры а за бортом у нас минус 6 еще и по такой местности плюс вот в принципе свои плюсы и минуса я сейчас озвучу после того как прокатнулся на этом автомобиле по большому счету я доволен не могу сказать ничего плохого особо такого хорошего чтобы не впечатлило здесь нет плюс конечно да усилитель руля электроусилитель он свою роль играют посмотрите я на месте одной рукой легко кручу руль на десятки я такого сделать не могу это плюс ну так принципе ну давайте теперь перейдем к итогам и узнаем как бы эта машинка хороша или не очень мое впечатление они итак ребят подведя итог по обзору данного автомобиля я хотел бы сказать первое ну во первых внешне давайте начнем мы сначала с минусов первый минус это его внешний вид но это как бы на каждого покупателя есть своя колбаса так сказать внешне он мне не особо нравится в салоне он меня радует как бы на 50 на 50 то есть 50 процентов минус это его внешний вид торпеды честно вам признаюсь на меня ну как по мне он не особо нравится но выполнение этой торпеды она хорошая то есть скрипов нет жучков нет тоже современная прибор панелей это тоже плюс минималистичность это плюс минималистичность я люблю удобное расположение крутилок поворотов там кнопочек и так далее это хорошо минус маленький бардачок когда машина используется мной там на какие-то дальняки маленький бардачок это не совсем хорошо регулировка сидений здесь понравилось здесь удобно кроме крутилки под спинку дальше расположен справа ну в принципе убрал подлокотник это нормально фиксатор задней передачи на коробке передач это огромный плюс вы никогда не попутаете первую задней это хорошо еще огромный плюс это для места для задних пассажиров это очень приятно порадовалась я такого не ожидал касаемо управляемости хочу здесь отметить что принципе она ничего не особо отличается по управляемости от предыдущих вазов но замечу что у нас на этой машинке немного жестковат а за счет усилителя руля я не знаю то ли здесь может быть слегка перетянута рулевая рейка то ли это особенности электроусилителя но руль едет там на скорости к примеру вы бросаете руль и она у тебя как зажатая как зажатый руль она едет прямо и ее не нужно не подрулить ничего и на скорости вот люфт поворота вы уже рулевое колесо буквально поворачиваете но не знаю там на пару градусов а колеса вас не слушаются это по управляемости как бы маленький минус но электроусилитель руля особенно на месте это плюс вы легко можете одной рукой прокрутить руль и колеса вывернутся на этом видео подошло к концу вы знаете что делать до новых встреч всем пока